Как можно было поставить в М5 полный привод и автомат? Кто посмел порвать с принципами построения священной коровы? А между прочим, за годы производства с момента выхода первенца М5 безбожно разжирел. Получается, что священная корова уже вовсе не метафора. Да, именно Е63С подобрался на расстояние выстрела. Что происходит? Баварцы заиграли с комфортными утехами людей внутри и безопасным дыханием людей снаружи? Им пора снимать в рекламе пенсионный фонд, а не безумные болиды в пустыне. Сейчас разберемся. Ну что, дорогой зритель, вот он, отец суперседана. И выход каждого автомобиля, каждого нового поколения, это событие, которое ждут как никакое другое. Когда выходила М5 F90, многие пользователи в интернете писали о том, что вот как долго первым был Мерседес, BMW вышла спустя год. На самом деле все совершенно не так. Никто не тянул, никто что-то там срочно не переделывал. Есть четкий план у немцев, когда выходит М5. И она всегда выходит позже Мерседеса Е63МГ. Ну, пока он был. Потому что был он не всегда. И гораздо раньше появилась первая М5. М5Е28. Король и царь. Машина, в которую в то время засунули двигатель от гоночного автомобиля, от настоящего суперкара М1. М88 дробь 3. Тогда тачка была легкая, весила всего тонну 430 кг и удивительно быстрая по тем временам. Автомобиль был настолько успешным, предполагалось выпустить всего 500 автомобилей, а вышло 2242. Кстати, насчет двигателя. В поколении Е28 было два мотора. Ну, то есть, мотор был один, но была версия для американского рынка и для японского, которая называлась С38Б35. Первая буква обозначала, что выпущена BMW Motorsport. Цифра 3, то, что он принадлежит поколению М30. И сделан на основе легендарного М88. Обозначала цифра 8. В поколении Е34 этот двигатель был модернизирован и установился уже в версии с объемом 3,6 литра. Потом, в 92-м году он еще раз был модернизирован и в версии 3,8 литров установлен на 5 Е34. То есть, сейчас мы видим, когда вы узнаете эти факты, что С63 не единственный долгожитель под капотом М5. Что С38 в трех модернизациях находился под капотом двух поколений М5. Это вот для всех скептиков. Да, здесь под капотом расположился, как вы уже поняли, всеми нами знакомый и многими нелюбимый, особенно вот этими критиками, которые не любят BMW, не любят М5, С63М. Двигатель, как и тот, про который я вам рассказывал в своей последней версии, претерпел множество изменений. Здесь новая система охлаждения, доработанная, оптимизированная, новая смазочная система, полностью новый низ двигателя. В общем, это глубоко переработанный и практически новый мотор. М5 Е39 вышел только спустя три года после выхода гражданской пятерки в 39-м пути. Поэтому, если кому-то кажется, что один год после выхода гражданской G30 и, соответственно, выхода через год F90 – это долго, вы можете обратиться к истории и увидеть, что есть Е39. Под капотом Е39 разместился впервые в истории М5 В8 С62, который был сделан на основе М62 гражданского мотора. Поэтому, возвращаясь к С63, который изначально был сделан на базе Н63, это уже было, это пройденный этап. И здесь BMW делает оптимальный мотор, который позволит автомобилю быть быстрее. Теперь переходим к Е60. Когда появилась Е60, это был просто апогей и верх баланса, смещенного в сторону спорта. Тогда под капотом появился С85, который имел схожие технологии с моторами того времени, которые устанавливались в болиды Формулы-1. И впервые в истории М5 получила секвентальную коробку передач СМГ в третьем поколении. Демонические переключения, сопровождающие кульминацию крещенда V10, который орал и бесновался под капотом М-ки. Невероятным ударом, который просто давал столько адреналина, столько эмоций, сколько ни один другой седан до этого времени. Я помню слова Клауса Шмидта, это специалист того времени по трансмиссиям в МГМБХ, который говорил, что нет альтернативы этим коробкам. Я помню, что эффективность их выше, чем у DSG, который тогда предлагал Volkswagen, и выше, чем у автомата, который стоялся тогда на Mercedes. К чему я клоню? В следующем поколении на М5 и в 10 атмосферный мотор канул в прошлое и появился всем знакомый и любимый, кому-то нелюбимый, С63 ТУ с двумя горячими турбинами в развале блока. Он также, этот автомобиль, получил робот с двумя сцеплениями, который пришел на смену SMG-3 коробки с двойным сцеплением, секвентальной настоящей гоночной коробки. Теперь мы медленно и плавно подошли к нашему сегодняшнему батьке, новому поколению, который получил под капот С63 версии М. И здесь автомат, восьмиступенчатый автомат. Мне вот интересно даже, чтобы сказал Клаус Шмидт на вопрос, ну вы говорили, что автомат не перспективен, неэффективен. Как это все скажется на работе, на езде, на характере самой главной автомобиля? Потому что М5 прежде всего быстрый, драйвовый, ультимативный седан, который совмещал в себе вот этот вот баланс комфорта с настоящим нравом суперкара. Этим он всегда отличался. И что же будет в этом поколении, мне непонятно, неизвестно. И меня пугает автомат и полный привод. Открывая капот, мы сразу видим, что здесь вот есть дополнительные распорки. Здесь если, опять же, открыть пластик, то и здесь есть дополнительная распорка жесткости. Но, конечно, вопрос остается открытым. Как автомобиль будет себя вести на трейке? Как работать с этими массами, которые появились на морде? Но, с другой стороны, произошло большое смещение центра тяжести вниз. И в общей сложности автомобиль скинул в районе 75-80 кг. Но их компенсировала установка полноприводной трансмиссии. И в сумме он оказался легче, чем предыдущий М5 на 15 кг. Такая, значит, ситуация с этим М5. Он сделает все очень быстро, очень точно. Чувствуется вес автомобиля. Сначала он перераспределяет, загружая заднее правое колесо. А потом, в целом, прогнозируемо всеми четырьмя колесами, начинает легкое скольжение наружу поворота. Я боялся по поводу того, что будет лишний вес на морде. Он практически не чувствуется. М5 раскрывается. Понимаешь, полностью работаю этой машиной. И с точки зрения инженерии, на текущий момент, сейчас это самый правильный, самый хорошо сбалансированный автомобиль в своем классе. То есть вес, который тонну 855 кг, он, ну, как бы чувствуется, да, но он реально скрыт. И опять поехали. Вес сказывается именно на торможении. Потому что, когда едешь максимально активно на ней, да, вот, то чувствуется вот этот вот момент легкой усталости. Приходится, ну, чуть-чуть отодвигать точку торможения. Даже не то, что вопросы к тормозам, а к лишнему весу. Все-таки, действительно, если было веса меньше, было бы, конечно, лучше. Но рынок требует вот этих опций. Я бы, конечно, все равно просто сделал бы ее легче. А, в общем, самое приятное впечатление от новой М5. Автомобиль очень и очень хорошо построен. Сбалансировано. Еще дополнительно увеличили жесткость кузова М5 в 90 следующим образом. Вот здесь, знаете, как кабриолеты усиливают вот такими дополнительными растяжками. Вот они идут. Вот здесь такой крест, прям как у кабриков, который и еще прибавляет жесткости кузова на скручивание. Вы знаете, сейчас в этом поколении, конечно, Е63С подобрался очень близко к F90, да? Но, опять же, F90 на вершине. Почему? Благодаря невероятной жесткости кузова. Вот. А жесткость кузова у этой платформы Клара что позволяет сделать? Ну, сохранить комфорт и при этом дать автомобилю великолепную проблему, в чем мы, собственно, убедились на треке. Вот. Кроме веса, вопросов к М5 нет. Огонь тачка. Мы катались на треке, и теперь нужно попробовать машину в городе. В целом, мои впечатления от ЕСБ по городу очень хорошие. Машина действительно классно сбалансирована. Жесткие на скручивание кузова позволяют ей быть комфортно. Но и при этом она здорово рулится. Смотри, вот сейчас вот 105 км в час, вот просто соседний ряд, вот, я перестроился. В принципе, я мог как бы здесь и поскользить, но меня просили тут не делать, потому что в редукторе обкаточное масло. То есть в этом поколении у М5 еще строже, чем в предыдущем. Это такой не только комфортный бизнес седан, а это настоящий такой уличный боец. Очень четко ощущается. Вот так. Сейчас мы в комфорте. Вот сейчас в спорте как это будет. 111 км в часу. Просто. Это очень круто. И я приехал, когда из Сочи в Пятигорск. Сразу сел за руль и здесь сравнил. Ну, конечно, робот есть робот. Сейчас на автомате. Автомат очень быстрый, классно настроен. Максимально приближен к роботу, да. То есть переключает передачу быстро. И отстрелы мне очень нравятся. Ну, вот уже 150. Ну, как можно здесь и не ехать больше 150. Ну, просто так и пол. Ну, вот до 160 мы рассогнались. То есть очень быстро. Это я легонечко. И самая главная реакция на газ прям как чистого атмосферного Мадонны. Не отличить абсолютно с высокооборочистым атмосферником. До этого самое удобное кресло были на 5 и в 10. Но опять BMW удалось задрать планку еще выше. И сейчас самое удобное кресло в мире. Это вот в М5 и в 90. Наверное, на М5 неприлично говорит про расход топлива. Но все равно интересно. Вот смотрите. У меня скорость почти 90. И вот меньше 10 литров. То есть 8 литров. Поэтому, в принципе, на этой машине и мы разгоняемся. На этой машине можно экономить. Опять я прозевал чуть, но достигаем. Снимаем. Видишь, уходим, уходим, уходим. Агран. Видишь, уходим. Видишь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok М5F90 Шикарная машина Найден великолепный баланс Она очень круто едет по треку Но я очень хочу Чтобы у М5F90 Была какая-то лимитированная версия Для настоящих мужиков Чтобы они умели бороться с тачкой Выбросить из нее Все вообще, что связано с полным приводом Сократить вес килограмм на 150 И сделать сил 700 А вот, кстати, и мой друг Ну, иди сюда Привет Да, привет Вот скажи, как тебе удается Немногим удается, скажу откровенно На М5F10 на заднеприводном монстре Ехать 0100 3.8 Вот скажи, как ты это делаешь? Ну, я просто жму тапку в пол Тапку в пол Вот так вот Это простой и верный совет, друзья Так, а ты как-то замеряла Почему 3.8? Конечно, есть специальный инструмент Называется RaceLogio Да? Ну, слушай, нифига себе Вот так вот, ребята Не хухры-мухры Понимаете? А вот ты как относишься к новому М5F90 Следующему поколению? Вот это тебе больше нравится? Или все-таки ты бы купила себе новую? Конечно, новую Вот такой расклад, парни А почему? Потому что там легче жать тапку в пол, да? Да Полный привод, да? Да Ладно, ты скажи Как ты тачку-то 0100 за 3.8 разгоняешь? Да просто жму тапку в пол Молодец Ну, а ты как-то замеряешь? RaceLogio Дай 5 Давай, счастливо Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok